Смотрите программу событий. Меня зовут Евгения Смоленкова. Здравствуйте. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях Нижнекамска и промышленного сектора. Чистота воздуха, состояние лесов, здоровая водная фауна. В свой профессиональный праздник экологи предприятия рассказали о тонкостях защиты природы. В управлении автотранспорта Нижнекамск нефтехима пополнение. Современные автобусы с логотипом компании уже вышли в рейс. На Нижнекамск нефтехиме получена 9-миллионная тонна пропилена. Начнем со статистики. За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции. В Нижнекамском районе выявлено еще двое заболевших. Все случаи контактные. Также стало известно, что правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе. С 8 июня маски будут обязательны только в магазинах, объектах услуг, культовых помещениях и в общественном транспорте. Перчатки необходимы в объектах торговли и общественном транспорте. Также с 11 июня в Татарстане открываются летние террасы-кафе, а с 15 июня возобновят работу многофункциональные центры. Кроме того, в России с 15 июля могут возобновить международные полеты. Предполагается, что вылеты будут организованы из нескольких городов России в 15 стран. Список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно. И еще одно новшество. В Татарстане с 8 июня начинают работу санаторно-курортные учреждения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Имеются в виду различные санатории, профилактории и другие здравницы, к которым относится и Нижнекамская корабельная роща. В условиях ограничений, связанных с коронавирусом, любимый нефтехимиками санаторий-профилакторий будет работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора России. Согласно этих рекомендациям ведутся мероприятия по закупке дополнительных средств, значит и дезинфекции, и на матрасников. Ну, в общем, по пунктам все мероприятия выполняются. Я так думаю, что в ближайшее время санаторий-профилакторий «Корабельная роща» начнет свою работу ориентировочно с 20-го числа. Не больше одного человека в номер. Если это семья, то семьи, в принципе, можно находиться в номере всей семьей. Также есть рекомендации, что люди к нам должны заезжать с справкой, с отрицательным анализом, так я скажу, на коронавирусную инфекцию. Не позднее эта справочка должна быть чем двое суток. Также мы обязаны провести тестирование своих сотрудников на наличие коронавирусной инфекции, прежде чем открыться. Напомним, что первые рекомендации были опубликованы еще в конце апреля и были настолько жесткими, что ставили под угрозу деятельность многих санаторно-курортных учреждений. Руководители некоторых здравниц тогда заявили, что часть предписаний является заведомо невыполнимыми, а другие несут существенные финансовые затраты. Через месяц Роспотребнадзор смягчил рекомендации. Одно из главных послаблений заключается в том, что если кто-то из отдыхающих заболеет коронавирусной инфекцией, санаторий не переводится в режим обсерватора. Заболевшего просто перевезут в больницу, а в его комнате проведут дезинфекцию. Они контролируют чистоту воздуха, состояние лесов, следят за здоровьем водной фауны. Экологи компании «Нижнекамскнефтехим» свой профессиональный праздник провели за рабочим совещанием и рассказали обо всех тонкостях защиты природы. Регина Новомухаметова продолжит. Состоялось объединенное рабочее совещание в формате видеоконференц-связи. Приняла участие в решении вопросов природоохранного характера и экологическая служба «Нижнекамскнефтехима», возглавляет которую Андрей Рубежов. Добрый день. Во-первых, хочу всех поздравить с нашим профессиональным праздником. Надеюсь, что в таком составе, в составе нашего совета экологов, таких профессионалов, я думаю, что любая задача нам по плечу. И все те задачи, которые стоят перед городом, я думаю, что полномерно всех и совместно будем решать. Представители администрации, городские экологические службы, эколого-биологический центр, общественные движения, все участники семинара вывели на поверхность актуальные вопросы и отчитались о работе, которая так или иначе сказалась на улучшение экологической обстановки нашего города. Немалую лепту в это внес и «Нижнекамскнефтехим». Наше предприятие и в рамках исполнения постановления Кабинета министров, и дополнительно, ну, скажем так, на опережение, превышая те лимиты, которые были установлены для «Нижнекамскнефтехим», высадили чуть менее 140 гектаров. Данную работу мы планируем продолжать. Что касается участия в экологических субботниках, их достаточно много было ранее, сейчас, наверное, как-то это все подзабылось. Но, тем не менее, «Нижнекамскнефтехим» ежегодно принимает активное участие в данных мероприятиях. Экологические акции нефтехимики проводят регулярно. Так, «Зеленый десант», состоящий из молодежного актива компании, общественной организации «Будет чисто» и «Молодогвардейцев» провел уборку променадов вдоль леса, ведущего к Красному ключу, а также лыжные трассы, тренировочной базы «Алмаш». Прогулочные дорожки расчистили от валежника и прочего сора. Кроме регулярных субботников и средников, компания решает и более стратегические вопросы экологического характера. Действительно, была проведена очень хорошая работа, очень масштабная работа. Действительно, многие очистные сооружения, которые именно в свои истоки уже непосредственно водный объект направляют, они требуют масштабной организации. И для многих проблем в России, это мы слышим на различных форумах, это остается серьезной проблемой. То есть, города, республики пытаются свои очистные сооружения включить в различные федеральные программы, для того, чтобы хоть какие-то деньги взять на модернизацию существующих очистных сооружений, которые в основе своей были, наверное, все построены в 70-х и 80-х годах. Действительно, проблема утилизации городских, коммунальных, хозбытовых и промышленных стоков на многих экологических форумах – тема номер один. В этом отношении унижникам с нефтехима уже есть огромный опыт, которым он охотно делится с другими предприятиями. Стоит отметить, что после реконструкции модернизация биологических очистных сооружений не остановилась. Нефтехимики хорошо освоили работу блока биологической фильтрации. И сейчас степень очистки выбросов на БО составляет порядка 95%. Здесь мы, скажем так, отрегулировали такие моменты, как… Ну, то есть постоянно за теми бактериями, которые поглощают эти вредные вещества, их нужно там подкармливать, условно говоря, за ними ухаживать, для того, чтобы они в один миг не прекратили, скажем так, свое существование. Вот в этом плане эти технологии уже стабилизировались, и мы понимаем, как регулировать эту технологию, чтобы она не дала сбоев. Впереди перед нефтехимиками стоят планы по дальнейшему модернизации, узлам обеззараживания и дефосфатизации. На данный момент экологи предприятия совместно со своими коллегами из Московского института прорабатывают эти вопросы. Кроме того, предстоит разработать и новую экологическую программу. Действие предыдущей заканчивается в декабре этого года. Сейчас жизнь ставит новые задачи, новые условия. Предприятия ставить на месте не могут и не должны. Здесь, конечно, работа будет вестись во всех направлениях. Если говорить это по обращению с отходами, это первоначально задача поставлена руководством ТАИФ, руководством Нижиканстихием, для того, чтобы перейти планомерно на раздельный сбор отходов. То есть это сейчас везде популярно, это необходимо. И сейчас мы создаем хорошую программу, для того, чтобы поэтапно, пошагово эти задачи решить. Среди последних достижений экологов Невсехима хорошо показавшая себя в работе автоматизированная система контроля атмосферного воздуха. Она позволяет учитывать все выбросы, в том числе соседних предприятий, прогнозировать ситуацию по нераспространению загрязнений в соответствии с климатическими и метеорологическими условиями. Иными словами, это некая геоинформационная система, которая на основе полученных данных с гидрометцентра в онлайн-режиме может спрогнозировать, куда денутся вредные вещества и какая у них будет зона распространения. Работа в этом плане командная. В нее включены и экологические службы других предприятий, и сотрудники различных институтов, и городская администрация. Служба охраны окружающей среды – это, безусловно, команда профессионалов в нашем предприятии, и они, как говорится, на острие атаки. На острие атаки. Но в целом вопросы экологии, они для всех специалистов. Все специалисты нашего предприятия так или иначе этим вопросом занимаются. Так что это только на первый взгляд кажется, что экологи предприятия – бойцы невидимого фронта. Отнюсь они на переднем фланге ежедневных усилий для того, чтобы мы пили чистую воду, дышали чистым воздухом. Ведь все лучшее в окружающей среде и природе принадлежит нам всем. Регина Нурмухаметова, Ильсан Саитова, НМедиа. В автотранспортном предприятии Нижнекамск-Нефтехима – пополнение. Автопарк увеличился сразу на шесть автомобилей. Приобретение новых автобусов на сумму порядка 55 миллионов рублей ознаменовало собой начало первого этапа обновления автопарка предприятия, рассчитанного на три года. До конца же года текущего планируется докупить еще 20 автобусов. Водитель более чем с 35-летним стажем Владимир Перелыгин стал одним из первых, кому посчастливилось сесть за роль новенького автобуса. За свою трудовую деятельность Владимир управлял коросой, не фазом. Однако от вождения этого нового агрегата мужчина буквально переполняет восторг. Автобус усовершенствует, все равно лучше делает. И для пассажиров все комфортнее. Сейчас не на солярке, на газу выпускает. Коробка автомат для водителя лучше, комфортнее. Новый еще. Знаю, посмотрим, поработаем, как. Покажет, наверное, с хорошей стороны. Автобус так-то хороший. Вон как наклеили. Видите, какая красота. Теперь вахтовые автобусы Нижнекамск-Невтехима можно узнать издалека. На фасаде размещен логотип компании. Помимо эстетических, есть в новом автобусе несколько технических нововведений. К примеру, из кабины открывается более полный обзор, окна оснащены системой обогрева. У больших боковых зеркал имеется функция автоматической регулировки. Однако самым большим плюсом нового автобуса Владимир считает специально оборудованную кабину для водителя, которой раньше не было. Несмотря на все неоспоримые достоинства, мужчина уверен, самое главное, чтобы пассажиры были довольны. Мнение своего работника разделяет начальник управления автомобильного транспорта Рамиль Галиулин. Мы стараемся заботиться о своих работников, чтобы они в комфорте, в хороших условиях имели возможность добраться на работу и обратно. В современных условиях такие автобусы пойдут дополнительным объемом к общему количеству подвижного состава. Один автобус вмещает в себя более ста пассажиров. Пока таких автобусов шесть. Однако в течение трех лет их количество планируют увеличить до 100 единиц. Согласно нашей программе, которая сейчас прорабатывается и согласовывается, мы практически 40-50% всего подвижного состава обновим в ближайшие годы. Курсировать новые машины будут по шести маршрутам номер 6, 9, 7, 7А, а также по маршруту 3А и 4А. В свой первый рейс новенькие автобусы отправятся уже сегодня. Катерина Короленко, Лисан Саитова, Власимагин, НМедиа. И еще одна новость. Касается она автолюбителей. Скоро владельцы авто начнут проходить техосмотр по-новому. Минтранс утвердил соответствующие требования к процедуре. С 2021 года они будут значительно ужесточены. Например, транспортное средство будут фотографировать в начале и в конце процедуры. На каждом снимке должны быть видны номер автомобиля, его марка и цвет. Файлы будут содержать дату, время и координаты. Каждый снимок будет подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью техэксперта, проводившего диагностику, и передаваться в единую информационную систему техосмотра для хранения в течение пяти лет. Для водителей, которые ездят без техосмотра, вводится штраф 2000 рублей. Приказ вступит в силу 1 марта 2021 года вместе с масштабной реформой техосмотра. Продолжим. В одном из наших прошлых выпусков мы рассказывали о сильно разрушенной дороге протяженностью в 5 километров, ведущей в село Прости. После публикации данного материала был отремонтирован один проблемный участок дороги. Однако в целом простинская дорожная ситуация все же оставляет желать лучшего. Журналисты Инмедиа уже не раз рассказывали о злободневной проблеме жителей села Прости. Дорогу в этот населенный пункт дорогой не назовешь, а дни ямы. Если вы хотите испытать судьбу и получить дозу адреналина, то добро пожаловать. Целых 5 километров убитые временем и большегрузами бетонки ждут вас. А вот у 670 жителей села и порядка 3000 владельцев дачных участков СНТ-шиник выбора нет. Это единственная дорога и они вынуждены по ней ездить каждый день. А ведь такие повреждения дорожного полотна могут нанести непоправимый вред не только транспортному средству, но и здоровью людей. На памяти местного жителя Ирика Нурулина, который прожил в селе Прости более 30 лет, накопился немалый багаж историй, когда ценой разрушенной дороги становились человеческие жизни. Вот в прошлом году парень выехал оттуда, дорога нехорошая, каждый поворачивает, и навстречу попадали, и перевернулся, и умер. Такой, уверяют местные жители, дорога была не всегда. Полотно разрушают грузовые машины, которые ежедневно курсируют до свалки и обратно, где сейчас ведется рекультивация. Вот эти большегрузы, КамАЗы, они очень сильно разбили дорогу у нас. Качество дорог ужасное просто, это даже нельзя назвать дорогой. Потому что уже ехать невозможно, объезжать тоже уже невозможно. Дорога проваливается прямо под машиной. После того, как журналисты НМедиа на телевидении, в соцсетях и на сайте во всеуслышание обозначили проблему сельчан, ее попытались решить. Пригнали технику и заделали 10-метровую яму. Что ж, и на том спасибо. Однако дорожная ситуация оставляет желать лучшего. Нужен капитальный ремонт. Его стоимость уже известна – 96 миллионов рублей. Денег нет. Как временный выход из ситуации рассматривается ямочный ремонт. О проблеме знают и активисты Общественного народного фронта. Они также пытаются помочь сельчанам найти выход из ситуации. Сейчас, если нам удастся выйти на руководство ТАТ «Автодора», и, соответственно, совместными усилиями привести данный участок в надлежащее состояние хотя бы к концу июня этого года. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация проясницы и сроки ямочного ремонта обозначат. После вчерашнего дождя город буквально утопает в воде. Соцсети пестрят фотографиями и видеообзорами с дорог Нижнекамска. Перейти на противоположную сторону пешеходам довольно сложно. Да и для автомобилей подобные заплывы могут обернуться серьезной поломкой двигателя. А как следствие – потерей кругленькой суммы. После дождичка в четверг. В нашем Зочи после вчерашнего и сегодняшнего ливня некоторые микрорайоны буквально утопали в воде. Попасть на противоположную часть улицы без высоких резиновых сапог было невозможно. Автомобили по бамперу ходили в воду. В соцсетях, как и положено, отреагировали молниеносно. Множество фотографий с затопленных участков города. Больше всего от последствий утреннего и вчерашнего ливней пострадала улица Вокзальная. К слову, подобные заплывы могут привести к серьезным травмам. То есть, проезжая по такой луже, нижнекамцы рискуют лишиться крупной суммы денег, которую нужно будет заплатить за ремонт авто. Из-за обильных дождей и неисправностей ливневых канализаций на дорогах образуются дождевые воды, проезд через которые очень опасен для водителей. Первое, это то, что автомобиль может сломаться из-за попадания воды на электронику и так далее. Либо вообще привести к серьезному ДТП, так как автомобиль, проезжая через водяную преграду, может просто потерять сцепление с дорогой. Ну а поломку автомобиля водителю придется возмещать за свои средства из своего кармана. Тут не поспоришь. Непредвиденные расходы – это всегда неприятно. Наверное, еще и потому в соцсетях люди буквально выплескивали свое негодование. Ау, когда уже кончится этот водяной коллапс после каждого дождя? Я вчера плыла на Ахтубинской. Из года в год ничего не меняется. Нижникамск в очередной раз поплыл. Лодка нужна. Надеюсь, что у многих она имеется. Дабы проверить информацию, наша съемочная группа выехала в город. Ну, смотрите, после дождя прошло практически два часа. Ливневки хоть и плохо, но в принципе справляются и работают. Тут на самом деле вопрос в другом. Вот здесь уже традиционно, наверное, на проспекте Мира постоянно затапливают дорогу. Ну, очевидно же, что ливневки не справляются. И тут, мне кажется, опять же, вопрос к компаниям, которые благоустраивают городу. Почему же заранее нельзя предпринять какие-то дополнительные меры? С этим вопросом мы, естественно, решили обратиться в МУП КПБ. То самое комплексное предприятие благоустройства. Но там давать комментарий на камеру отказались. Ну, а в целом наш разговор можно было свести к следующему. Ливневки работают исправно, а то, что дождь сильный, мы тут ни при чем. Юлия Бурмистрова, Лисан Саитова, N-Media. Завод этилена произвел 9-миллионную тонну пропилена с начала пуска в работу производства. Точка отсчета стал июнь 1976 года. Именно тогда была получена первая партия этилена и пропилена. Технология производства была в те далекие годы приобретена у японской компании. И азиатские коллеги сопровождали весь процесс. От начала строительства завода до ввода его в эксплуатацию. О том, как производство работает сегодня, смотрите в нашем следующем сюжете. По воспоминаниям ветеранов, работавших на заводе с момента его основания, основную сложность составил языковой барьер, так как все технические инструкции были написаны на японском. Сначала их переводили на английский, а только затем на русский язык. Но все сложности были преодолены, и пускателенпропиленового производства положил начало созданию и развитию новых направлений нефтехимического синтеза Нижникамснефтехима. Сам завод работает с 1976 года, и с тех пор пережил две реконструкции. Первоначально производственная мощность по пропилену составляла 197 тысяч тонн в год, а на сегодняшний день составляет 300 тысяч тонн в год. 9 миллионов тонн пропилена для завода этилена – это очень значимая цифра. И это достижение мы получили только благодаря дружной и слаженной работе коллектива завода этилена. С чем я всех поздравляю. Увеличение мощности производства удалось достичь в результате двух этапов модернизации этиленового производства, которые были осуществлены с 1988 по 1992 и с 2002 по 2011 годы, а также сведением в эксплуатацию двух новых печей пиролиза типа СРТ-6 в 2018 году. Они заменили морально и физически устаревшие печи типа СРТ-2. Среди преимуществ нового оборудования – производительность и экологическая безопасность. Реализация данного проекта позволила увеличить надежность работы печного блока, а также сократить количество выбросов дымовых газов в атмосферу. Пропилен совместно с этиленом получается при пиролизе углеводородного сырья на печах пиролиза и далее выделяется на установке температурного газоразделения. Особенности пропилена учитываются в том, что она разделяется из аспропан-пропиленовой фракции. Эти два компонента близки по молекулярному составу, и поэтому разделить их очень сложно. Для этого используется наша ретикационная колонна высотой 99 метров. То есть, чтобы разделить на пропан и пропилен, необходимо пройти 197 тарелок. На каждой тарелке происходит процесс сертификации, то есть многократного частичного конденсации испарения. Пропилен – важнейшая составляющая многих производств Нижнекамск-Нефтехима. Он применяется для выпуска полипропилена, нитрилоакриловой кислоты, изопропилового и бутилового спиртов, изопропилбензола, окиси пропилена, глицерина и других органических продуктов. Нижнекамский пропилен также используют российские и зарубежные производители. Регина Нурмухаметова, Алья Шигапова, Власть Симагин, НМЕДИА На заводе изопрена Мономера Нижнекамск-Нефтехима внедрили новую технологию регенерации катализатора, которая используется при изготовлении формальдегида. Интересно, что этот самый формальдегид впервые был открыт в 1859 году российским ученым Александром Бутлеровым. Девять лет спустя уже немецкий ученый Август Вильгельм Хоффман нашел рациональный способ его получения путем каталитической реакции метанола и воздуха. Данный метод лег в основу сегодняшнего способа получения формальдегида. Алья Шигапова продолжит. Основной способ получения формальдегида – абсорбция формальдегида, содержащих реакционных газов. Они образуются в результате взаимодействия метанола с кислородом в присутствии паров воды в контактном аппарате в слое катализатора. Окисление метанола в формальдегид проводится с использованием серебряного катализатора при температуре 650 градусов. В России на большинстве промышленных установках по получению формальдегида из метанола применяются треггерные серебряные контакты типа серебро на пемзе. При всех неоспоримых достоинствах его применения есть один недостаток – небольшой цикл работы, примерно 3-4 месяца. Нефтехимики вместо того, чтобы закупать и загружать новый катализатор, дают ему вторую жизнь. Эта практика хорошо себя показала, регенерация позволяет практически полностью восстановить свойства катализатора. Прежде применялась классическая технология с использованием серной кислоты. В течение 28 дней можно было произвести регенерацию всего объема катализатора. Год назад нефтехимики решили опробовать новую технологию, которая вдвое ускоряет процесс. Сроки регенерации уменьшились в два раза, сократились до 14 дней. Плюсы данной новой регенерации заключаются в том, что используется меньше реагентов, меньшего объема, а также исключение применения прекурсоров. Как я уже сказал, сокращается вдвое время регенерации. А также самый важный плюс – то, что при регенерации количество вымываемого серебра не такое большое, как при классической регенерации. Формальдегид – весьма активное химическое соединение, легко вступающее в реакцию с другими веществами с образованием большого класса новых соединений, многие из которых обладают важными свойствами. Благодаря реакционной способности формальдегид за сравнительно короткий промежуток времени превратился в один из незаменимых полупродуктов многотоннажного органического синтеза. По завершению пробега катализатора у нас происходит полностью выгрузка катализатора из реактора. Это порядка 440 килограмм. Весь катализатор выгруженный проходит очистку, сушку. Сначала происходит промывка, отмывка от солей железа, после чего уже все происходит, конечное прокаливание, сушка и затарка в мешке, подготовка к дальнейшей загрузке. Формальдегид находит применение в производстве синтетических смол, волокон, каучука, пластмасс, органических красителей. Его используют в металлургии, в нефтяной и нефтехимической промышленности, в кожевином и меховом производстве, в сельском хозяйстве и в бумажной промышленности. Формальдегид широко применяется при изготовлении пластмасс, искусственных волокон, древесно-стружечных материалов. Круг применения формальдегида растет из года в год. В связи с этим растет и его производство. В 2017 году Нижнякамскнефтехим запустил в работу новое производство формальдегида по современной технологии Фармокс, тем самым значительно увеличив выпусков продукции для собственных нужд, в первую очередь для производства каучука СКИ-3. Алья Шигапова, Лисанн Саитова, НМЕДИА Программу продолжит краткий обзор городских новостей. Оставайтесь с нами. Не раньше августа. В этом году летние оздоровительные лагеря на базе школ в Татарстане планируют открыть в последнем месяце лета. Об этом сообщила замминистра образования и науки республики Алсуа Садулина. По ее словам, в июне открыть пришкольные лагеря не получится. В июле будет проходить экзаменационная кампания. Поэтому планируется это сделать в августе. Всего в этом году в пришкольных лагерях отдохнут почти 70 тысяч юных татарстанцев. Свои двери распахнут более тысячи пришкольных лагерей. Кафе и ресторанам дали частичное добро. С 11 июня в Татарстане вступают в силу послабления относительно заведений общепита. Кафе и ресторанам разрешили работать на открытом воздухе. Постановление об этом подписал сегодня премьер-министр республики Алексей Песошин. В документе говорится, что заведения должны соблюдать ряд ограничений. К примеру, столы придется разместить друг от друга на расстоянии в полтора метра. У террас и веранд должно быть подключение к централизованным системам водоснабжения и канализации. Круизный сезон. Навигация на Волге и Каме открылась еще 1 мая. А вот туристические теплоходы пока стоят в портах приписки. Принять на борт гостей и отправиться в путь они смогут в конце июня. Но туристам придется соблюдать меры безопасности, а организаторам личных пароходов нести дополнительные издержки. Если говорить о Нижнекамске, Красноключинская набережная к приему гостей готова. И еще одна новость. В Нижнекамске появились специальные велосипеды – хендбайки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этим устройствам те, кто раньше мог только мечтать о велосипедной прогулке, теперь в полной мере могут насладиться поездками по улицам и паркам города. В общем, ручки нужно держать вот так вертикально, чтобы тросики были вверх. Здесь тормоз. Тут переключение скоростей. День велосипедной прогулки решила посвятить Гульнару Усманова. Вот только если для большинства жителей Нижнекамска это дело привычное, то для девушки до недавнего времени езда на велосипеде казалась чем-то заоблачным. Но буквально на днях мечта Гульнары исполнилась. Все благодаря гранту, который выиграла автономная некоммерческая организация для людей с ограниченными возможностями здоровья «Рубаха». На выделенные Министерством экономики Татарстана деньги были закуплены специальные велосипеды – хендбайки для маломобильных нижнекамцев. Я подумала, сначала не получится, а как села, как начала кататься, мне уже все, не остановить. У меня есть мечта приобрести машину, включить любимую музыку и просто по городу кататься. Точно так же я ассоциирую этот велосипед с машиной. Стоимость одного велосипеда – 75 тысяч рублей. Оно и понятно, ведь каждый такой агрегат изготавливается вручную. Конструкция была разработана казанским мастером специальной для «Рубахи». В процессе приобретения модель дорабатывалась, прорабатывалась, и в итоге мы получили уже усовершенствованную модель «Кентавер-20». Есть у этих чудо-машин одна, пожалуй, самая главная задача, с которой они успешно справляются. Эти хендбайки позволяют людям с ограниченными возможностями почувствовать себя настоящими велосипедистами, ну и наравне со всеми кататься на велосипедах в парке. Покататься на уникальных для Нижнекамска велосипедах можно совершенно бесплатно, предварительно записавшись на велопрогулку в инклюзивном центре «Рубаха». Катерина Короленко, Лисан Саитова, НМЕДИА. На этом у меня все. Наши материалы и просто свежие новости вы можете найти на сайте медиа.нк.нх.ру и в группе ВКонтакте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересная информация, которую бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-300. Программу вела Евгения Смоленкова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!